И всем привет, и в этом видео я хочу поговорить по поводу следующего обновления, либо обновления, которое вы спустя 2 недели у аппарата Матрикс. Приятного просмотра. Так, ну я надеюсь, то что вы не будете против, если будет соус РНГ на фоне, так что это да, вот. Итак, все же почему я захотел поговорить по поводу следующего обновления. Если кто-то не знает, либо не сидит на дискортире Slabattles, то Танцелл сделал совсем недавно вчера аппроц, по поводу какого боссфайта они хотят увидеть в новом обновлении Slabattles, ну именно игроки. И по словам Танцелла, этот боссфайт будет самый большой боссфайт за все время Slabattles. И заставляет задуматься, почему Танцелл захотел сделать боссфайт, и почему он будет еще лучше, чем другие. А теперь я сейчас советую заглянуть в сам Slabattles. Если вы откроете Slabattles, то можно снизу увидеть то, что там уже почти 2 миллиарда визитов. После чего становится понятно, почему они хотят сделать крупный боссфайт. Точно такой же огромный боссфайт был на 1 миллиард визитов. Этим боссом был Eternal Bob. Однако, следующий боссфайт, который мы можем встретить, он может быть любой. В самом вопросе было 7 примеров, какие боссфайты могут быть. Первый это Роб, второй Гайд, третий Сноупип, четвертый Терри, пятый Ларри, шестой Зенул и седьмой Пим. Итак, первый это у нас Роб. Я считаю, что Роб это абсолютно вообще не босс никакой, потому что Роб был создан чисто для того, чтобы победить Боба. Если кто-то не знает сюжет, то советую посмотреть либо мой видос про Айсберг, либо в Викпедии есть тоже информация. И поэтому, если он будет каким-нибудь боссом, то это будет очень, ну, странно. Итак, Гайд. Он сейчас занимает первое место по голосам. И, честно, мне даже интересно, что там можно будет из него сделать в боссфайте. Если кто-то не знает, сам Гайд, он находится под спавном. Такое тело, в котором вот нож. Итак, третий Сноупип. Я считаю, что он сильно милый для того, чтобы быть боссом. Ну, реально, ну, куда его? Терри, он занимает последнее место по голосам. И, ну, справедливо, реально, Терри это, ну, чисто монстр из лабиринта, который создает игрок. Поэтому, ну, здесь тоже ничего интересного. Ларри. Ну, будет уже получше Терри, потому что, ну, да я даже не знаю почему. Просто Ларри даже будет интересно посмотреть. Он чем-то даже похож будет на Этернал Боба. То есть, ну, я считаю, это очень хороший был бы кандидат, но за него не голосуют. Так как Нул, это, ну, почти неизвестная вообще местность. Там есть какие-то Нулесы, там есть уже два бейджика, которые можно получить. Короче, было бы очень интересно. Однако, ну, за нее не голосуют и навряд ли победит. Ну, седьмой и последний это Пим. И за него голосуют тоже довольно много человек. Он на втором месте по голосованию. Честно, я бы не хотел бы увидеть Пима, потому что Пим уже, ну, он везде. Абсолютно везде. Я уже не знаю, зачем. Я уже много раз его видел. И, я считаю, уже достаточно. Поэтому, ребят, ждем. Либо через неделю, либо через две недели будет боссфайт. Итак, ну и на этом еще не все. Тенцел совсем, вот прям совсем недавно, когда я начал записывать это видео, сделал еще один опрос, в котором Тенцел говорит, хотят ли игроки, чтобы было максимально количеством 14 игроков, а 16. Ну и тут логично, что все будут голосовать за 16 игроков, потому что, ну, чем больше, тем веселее. Ну и что у нас получается? Ждем, когда у нас будет 2 миллиарда визитов и посмотрим на новый боссфайт. Потому что боссфайт с Этернал Бобом мне очень сильно понравился. И поливает на то, что он был очень сложным. Для меня он был довольно легким. Ну и на этом у меня все. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал, если вам нравится мой контент. И увидимся в следующем видео. Всем пока.